Всем здорова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить Бесконечное Лето и Историю Двух Студентов 3. Я не знаю, это уже по счёту какая серия, по-моему, где-то или пятая, или шестая серия, если не дальше, если я со счёту уже не сбился. И у нас тут Мику говорит то, что, конечно, пойдём, а куда? А мы отправлялись в конце прошлой серии, вот, в домик к Ольге Дмитриевне, кое-что там забрать. Там было очень хорошее такое изображение, очень хороший постер, который Андрюха сразу же себе приметил. В домик вожатый, хочу взять оттуда кое-что, а потом, наверное, пойдём к нам. А, тогда давай поторопимся. Я не стал торопиться, что-то меня одолевают сомненно насчёт моих сил. Меня хватит максимум на 4 раза, а насчёт дальнейших 23 часов 58 минут, хз, даже с учётом таблеток, я даже в этом не уверен. Мы пришли сюда быстро, чтобы после ужина Ольга Дмитриевна не застал нас, Мику, самый неловкий момент. Отлично, через окно внутри никого не видно. Теперь можно действовать. Главное, всё сделать без шума и пыли. Мне чё-то кажется, что-то пойдёт сейчас немножечко не по плану. Или наш новый испечённый союзник объявится, который мы в прошлой серии натравили на кибернетика. Вы, я не знаю, он ими там знатно так отзанимался с ними, да, там дополнительные занятия ему устроил. Возможно, по кибернетике, возможно, он там их чему-то новому научил. Но, как говорится, это их уже проблема. Те, кто смотрели прошлую серию, те поймут, о каком я союзнике говорил. Так, без шума и пыли. Постой на шухере, ладно? Я туда и обратно. Мигом вернусь. Хорошо. Так, вот за этим как раз мега-плакатищем, мега-эксклюзивным, лимитированным плакатищем мы сюда как раз и собирались. Возможно, я не знаю, Фантомаса кто-то тут заменил, но я бы Андрюхе ещё советовал вот эту вот топовую вещь взять. Хотя уже плойка пятая выходит, но почём я знаю, когда время Андрюхи вот и сани там происходит в реальности, откуда они пришли в Савёнку. Возможно, там в восемнадцатом году, в восемнадцатом тоже хорошие игры выходили, да и плойка до сих пор мовёт. Я уж хотел было зайти как-то раз в РДР, но думаю то, что звук Боинга какого-нибудь соседей всех моих спугнёт. Так, плакат на месте. Остаётся просто сорвать его и быстро уйти. Бля, при более детальном рассмотрении он выглядит ещё круче. Ой, ну иди к папочке, моя няша прошептала. Я находясь в самом дальнем месте от дверей. Я не поняла, кого ты тут зовёшь? От такого громкого стука и крика я упал с кровати, на которую забирался, чтобы сорвать плакат. Мику, разве ты не должна стать на шухере? Чтобы никто тебя тут не застал с какой-то шлюхой? Ну уж и нет. Спасибо. Куда ты её спрятал? Отвечай! Как она вообще услышала мой шёпот на таком расстоянии? Ну, как говори... Это что сейчас был за крик такой? Как говорится, японцы... Эээ... Самая технологичная страна. У них даже слух по-особому развит. Мику сначала заглянула под кровать, а потом перевернула её, чтобы убедиться в отсутствие поднижь шлюпки. Успокойся, никого там нету. Зря ты силы тратишь. Вижу, но я чувствую её страх. Её страх она чувствует, разве что запах моего в шанах, который появился после её поражения. Пока я был в размышлениях, Мику успел вернуть ещё одну кровать и шкаф. Да к чёрту этот плакат! Если из-за него столько шума, нужно скрываться, пока кто-нибудь не пришёл сюда. Микусь, видишь, тут никого нет. Нет, давай лучше уйдём отсюда. Но не могла же она испариться? Ну, нехорошее у меня предчувствие. Тут точно скоро кто-то будет. Микусечка, ну тут никого не было изначально. Ты мне не веришь? Неужели ты и вправду думаешь, что я бы изменил тебе? Ну ладно, верю, верю. Недалеко за дверью послышался топотый злой голос Ольги Дмитровны. Давай через окно и скорее. Блин, Андрюха оперативно бы взял, сорвал бы этот плакат, да и всё. И как бы никого тут не было, это всё злые духи, как бы сказала Ольга Дмитровна. Раз уж таблетки теперь у меня и совсем скоро стемнеет, и не помешал бы их проверить действия на случай брака. Заодно и разомнусь перед марафоном. Пойдём пересидим на лодочной станции на случай, если мы под подозрением или к нам заявятся. Ну пойдём пересидим. Ох ты ж, блин, я не помню такой локации. Блин, мне показалось ли там какой-то легендарный щит из какой-то игры. Возможно там просто какая-то деревяха, на которую какой-то загадочный эльфийский эльф нассал. Но выглядит очень всё тут загадочно. Я не знаю, возможно вот эти вот типа переливания в цвет, вот эта вот синяя кайма какая-то, вот этот вот синий как блестяшки. Возможно это какие-то артефакты цвета, но выглядит это не то, чтобы как-то всрата, а очень даже как будто тут какое-то магическое место, магические артефакты нужны. К примеру, как в гейшине на пиро, на эту гидра, на хуй пойми чего, это больше на какую-то вытяжку похожую, которая поебалась с кондиционером. Ты когда-нибудь слышала о БДСМ? Нет. Нет. Ну тогда сейчас узнаешь на себе, что это. Вот только найду сперва верёвку, она должна быть тута. Зачем тебе верёвка? Ну, Мику, как говорится, крепче знаешь, меньше спишь. Точнее немного по-другому надо было сказать, типа, меньше знаешь, крепче спишь. Но в данном случае, типа, меньше знаешь, меньше сопротивляешься. Слишком много вопросов. Говоришь же, сейчас всё узнаешь. Но чтобы больше ты подобного не спрашивал, я сейчас покажу тебе один из элементов БДСМ. Я достал из кармана специальный шарик, который сперлывал, и я надел его на Мику. Не снимай, пожалуйста. Так нужно во избежание ненужных вопросов и нашего обнаружения. Если тут кто-то будет неподалёку. Удобная вещь, правда? Ура-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я задал, что ты со мной согласишься. Если меня этого показывать не буду, то как бы это будет очень даже хорошо. О, блин, стёклы лобовые джигуля тут валяются. Блин, Андрюх, ты бы взял эти стёкла, перепродал бы их тут в совке, и у тебя бы появились какие-нибудь гроши. Может, я не знаю, тебе бы дали какую-нибудь лимитированную копеечку, которая в твоём бы мере стоила, я не знаю, ну, хотя бы косарик. И тебе бы хватило, я не знаю, на один поход в магазин. Так, а теперь верёвка. Вон она висит на стене. Надеюсь, у меня всё получится. Так, Мику, если что, я не умею связать, так что, если будет больно, кричи, свяжи меня посильнее. Через пару неудачных попыток мне удалось кое-как привязать Мику к какой-то опоре этого сарая. Интересно, с чего же мне теперь начать? Размышляя я над этим, я понял, что сильно потею. Странно, это не похоже на признаки возбуждения. Я потрогал свой лоб, а потом и лобок. Да, мне всё-таки повезло заболеть летом. Андрюха там в лагерь приехал, ебучий автобус наполненный виски. Я просто не знаю, блин, вот что ещё должно было пойти не так, а... Почему у меня, блин, тут же, типа, сцена, когда они, вот, в гаче-костюмах упали в музыкальном клубе, и Андрюха с Мику начинают соседться такой, Саня, я вам тут ничем не мешаю, вот Саня тут тоже ничем абсолютно не мешает. Пойдём, горбанём, я один не справлюсь. Ты, блядь, сейчас нас как нашёл? Стоп, автобус с виски? Идём же скорее! Так, Мику никуда не убежит, даже если захочет. А вот бухло может, так что... Дорогая, подожди меня тут немного. Что тут вообще делать автобусу ночью? Видимо, возникли проблемы по дороге, вот и добрался только ночью. Логично, мы всё-таки в ебенях находимся. Так, а откуда ты знаешь, что там виски, а не какое-нибудь молоко? Да и навряд ли в пенер-лагерь перевезут такое количество алкоголя. Андрюха, ты же знаешь мой нюх на такие вещи, меня не обмануть. Ну ладно, доверюсь специалисту. Блин, а в принципе, никому там в голову не пришло то, что автобус приехал, надо всех своих собирать и говорить то, что Вот, приехал автобус, типа мы можем свалить отсюда. Но, как говорится, экспертное мнение Сани, как говорится, превыше всего. Виски, значит виски. Задержим всё тут чуть подольше. Так, у тебя есть план? Предлагаю вырубить тех двоих грузчиков и отобрать у них ящики. Нам этого хватит. Или можно самим притвориться грузчиком и спокойно унести бухлого. Я предпочитаю второй вариант, потому что если он сработает, я чисто буду ржать с этого лагеря Савёнка. И если, если это видео, кстати, увидят разрабы бесконечного лета 3D, за которым я, кстати, перестал следить, заходить в группу, что там вообще творится, то как мини-игру какую-нибудь, тоже по прохождению всех вот их вот концовок, всех ачивок выбивания, вот как дополнение, было бы очень круто, чтобы такая мини-игра была, типа тоже за пасхарных персонажей, вот этих вот двух, за Саню, Андрюху, и просто автобус с бухлом. Почему бы и нет, а? Вот, блин, идеи так и прут для бесконечки 3D, но для начала им надо просто вот выпустить игру, чтобы в ней не было багов, и, как мне уже говорили, то, что когда игра выйдет, ты просто охереешь от количества контента, поэтому я её жду с нетерпением, и спокойно нести бухло. Пойдём к нам двоим в дом, и никуда не скажут. Естественно, пожалуй, я предпочту второй вариант, но если ОД нас узнает, и те мужики вернутся не вовремя, это будет фиаско. Да блин, кто тут узнает? Камер тут нету, это же Савок. Я тоже за этот вариант, в принципе, согласен, тогда ждём. Мы подождали, пока грузчики уйдут за ворот, и через некоторое время вышли из-за кустов. Помни, ни слова по-русски, а не то, она по голосу знает о подмене. Быстро же вы вернулись? Ну ладно. Так лучше, давайте поскорее закончим, раз уж вы так поздно приехали. Хорошо, что в этой глуши нету освещения, даже в метре расстояния она видит нас лишние чёрные силуэты. Я залез в автобус, передал Сане ящик, после чего сам взял ещё один, и мы быстрым шагом пошли к воротам. Если бы мы шли чуть быстрее, то мы точно столкнулись бы лбами с ними. Какого чёрта тут происходит? Вы ещё кто? Фиаско! Ну что ж, это фиаско, как говорится. Ольга Дмитриевна, вам это приснилось. Так что, Саня, пошли бухло проверять. Мы дегустаторы местные, вы нас что, не узнали, а? Мы, как говорится, из Москвы прибыть, чтобы у вас бухло, как говорится, продегустировать. Нормально оно всё по ГОСТу. Никак вы, блядь, не научитесь. Нихера себе тут охрана, я даже радаречище сейчас потерял. О, ёхарный твой бабай. Не, я, конечно, понимаю то, что Ольга Дмитриевна так нарумянилась, потому что она, скорее всего, провела ночь с вот этим вот молодым человеком, но... Какого хрена тут делает ведьмак? Хотя, какого его дела бухло делает в пионерском лагере? Тоже хороший вопрос. Хреново, не закрывать свой единственный проход в лагерь. И нам их не обойти, и убежать с ящиками в руках тоже не удастся. Саня, коронный трюк! Понял. Я лёг на спину, а Саня побежал и прыгнул на меня. Пока тот ещё был в воздухе, я кинул ему в пупок свой ящик, а также он засол туда и свой. Хоть пупок и засосал ящик, но это произошло прежде чем... Короче, Саню подбросил высоко вверх, и он успел меня схватить. И мы вместе перелетели через ворота. Этот трюк сложно объяснить. А ещё сложнее представить. Вот просто... Я сейчас попробую это представить, то что Саня побежал и прыгнул на меня. Пока тот был ещё в воздухе, я кинул ему в пупок свой ящик. То есть, пупок такой, раз... Я даже не знаю, как-то ещё сказать. То есть, отворил свои ворота, как этот пылесос в какой-то портал такой. Два ящика засунулись, и Саня на жопной тяке такой... Я как Питер Пен полетел. Подхватив при этом Андрюху. Вот это я, блин, понимаю. Настоящая суперсила Сани. Вот кто же знал, что в нашем мире есть такие бравые супергерои. Вот гордиться ими надо, а? Гордиться такими героями. Так, эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф-эф. Приземлили сценное лицо. У меня получилось не хуже. Ты плохо влияешь на меня. Перестань. Я тебе не просил следовать моему примеру. Мы начали бежать дальше по дороге, в надежде скрыться дома преследователя. Которые уже затошли от ухуевания и бежали за нами. Мне кажется, что Камику стояла и... Ну да, ну да. Пошла-ка я нахер. Спустя 10 минут мы сидели дома под дверью, пытаясь отдышаться. Ой, зебучий кошак. Где бы мы ни прятались, он всегда нас находил. И как ему это удавалось? Ага, и та еще проблема. И хорошо, что мы случайно выстрелили из той трубопушки и испугнули его порталом. Да, если мне это, то мы вряд ли бы сейчас смогли открыть эту прекрасную бутылку и выбить задержимое. Говорил я. Я переворачиваю эту процедуру. Ох, крепкое дерьмо, держи. Ну давай, попробуем. Как говорится, бухали они долго и счастливо, как в приключениях, да и не Эльмана было. Я, кстати, не знаю, будет ли продолжение их приключений или нет, но если будет, то это будет очень прикольно. Хотя, мне еще и эти моды надо допройти, которых я вот как уж говорил, то что набрал модов и, как говорится, как говорится, да, решил немного подзабить на бесконечку. А это, как говорится, не дело, надо моды проходить. Набрал уж модов, так проходи их. Так, аниматяночка за нами следит. Ох, и не нравятся мне такие провалы в памяти. Всю ночь бухища, Санни забыл. Перевернулся на бок и увидел Мику рядом с собой. Она явно не спала. С отвратительным акцентом, доброе утро. Сейчас ночь, идиот. А почему ты злишься? Может, потому что ты оставил меня связанным в сарай, а сам ушел и не вернулся? Ух, точно, простите, так получилось. Так сошлись звезды. Так, луна поставила жопу, та-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, что ты совсем не умеешь связывать. Поэтому я смогла самостоятельно освободиться. Ну ничего, сейчас ты за все расплатишься. Так, о чем, как мне это сделать? Сейчас полностью. Так что пора начать марафон, который ты мне тогда обещал в пупке. Вот только он продлится на один день позже. Нет-нет-нет, Мику, пощади. Я не вывезу два дня с секс-марафона. А, придется. Я попытался сбежать, но только сейчас понял, что надежно связан. Как говорится, Андрюха не умеет связывать, но Мику умеет. Долго же до меня доходило. Как же я этого не заметил? Когда поворачивался. Это тебе первый урок. Как нужно правильно связывать. Мику, я буду кричать. Не сможешь. Она откуда-то достала тот самый жарик, который я использовал на ней в сарае. Но, Андрюха, сейчас ты узнаешь, что такое ПДС. Просто, блин, по истории двух студентов можно было бы реально сделать какой-то сериал. Вот серьезно. И это было бы ржачно. И это было бы интересно. И это было бы смешно. Да даже по вселенной вот этого вот какого-то панка можно было бы тоже охерительно сериала сделать. Как это у фильмов Марвел было, типа там с мультивселенными. Так тоже и здесь можно, а? Вот Бесконечное Лето это не столь лагерь, не столь вот эти вот анимешные девочки. Сколько просто раскатистое поле для возможностей. Вот захотел человек, создал историю про студентов, которые попали в лагерь и ищут бухло. Захотел там еще другой человек, создал историю, где там взрывают совенок, где там зомби-апокалипсис, где там, блин, просто Гачи эти, Бульбе Дмитриевны, Мику, хер пойми какие там, и Славий Жигулевский. Типа, пожалуйста. Вот почему GTA такую не сделают, а? Я вот жду GTA 6, чтобы была именно такая. Чтобы можно было сделать там все, что хочешь, все, что угодно. Не сможешь, она откуда-то достала тот самый шарик, который я использовал на ней в сарае. И нацепила его на меня. Как говорится, prepare your anus. Мне пиздец. Это звездец, товарищи. В гугле очень популярен запрос, что делать, если я шампунь. Блин, я один раз, кстати, набивал в Яндексе и там выдавал, что делать, если унитаз танцует. Там, конечно, было по сантехнике связано, да? Типа, такая формулировочка была. То, что унитаз стоит не очень твердо, не очень, так сказать, не очень хорошо его закрепили. Вот. И поэтому он танцует. А что делать, если я шампунь? Ну, я не знаю. Так как бы, если ты жумаешь сынба, то, значит, все хорошо. Значит, все так и задумано по плану. И не зря со мной такое случилось. Эх, как же скучна жизнь с шампуня. Стоишь в тебе весь день спокойно, никто тебя не трогает. Как же я заебался. Убейте меня. Кто это там пришел? Мику, неужели это она? Я передумал умирать. Блин, если бы сейчас пришел вот этот вот педофил, да, то как бы Андрюха уже бы просто кричал бы от боли. Нет, не надо. Пощадите меня. Нет, я не вынесу этого. Ох, какое у нее красивое тело. Если бы у меня было к чему вставать, то это бы произошло. Мику начала втирать частичку меня в волосы. Ах, сейчас бы я кончил, если бы мог. А через некоторое время Мику закончила умываться и стала одеваться. Не, не, подожди, забери меня с собой, дорогая. Используй меня вместо остатка. Ай, вместе без остатка. Ушла. Как же жаль, как же жить. Недолго пришлось грустить. Кто-то еще пришел. Эльф-педофил, да? Давай, заходи сюда, дорогой. И кто жена? И этот раз? Нет, нет, только не это. Ну, блин. Если бы был эльф-педофил, то было бы немного комично. Но как бы, пожалуйста, не раздевайся. Не раздевайся. Нет, не бери меня. Нет, не-не-не-не, хватит увиденного. Возьми лучше моего соседа. Спустя пару минут. Довольно. Я уже мертв, давно внутри. Наконец-то она закончила. Стоп. Что ты делаешь? Остановись! Нет, да кто вообще шампунь моего? Какой хороший шампунь. Но здесь никто не будет против, если я заберу его себе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот такой вот смех еще надо было сделать. Мертвого нельзя убить. Цитаты великих волков. Ауф. А? Нихера себе? Что? Я, кажется, нашел новую себе анимацию для ролика, который делал. Я сейчас не слышу, что он там говорит, но, скорее всего, это, блин, как там его, Сид из этого, из Фар Края 5-го вроде бы. Вроде я не ошибаюсь. Я вообще сейчас ничего не слышал, возможно, это задумывалось и разработчиками, но... Какого фига сейчас произошло? Wake up, самурай! Что? Кто здесь? Бля, опять какой-то бомжар в дом забрался. А? Артём, какого хрена ты здесь делаешь? Да ещё в таком виде. Я думал, ты эвакуировался из лагеря. Это совсем не так. Я пытался это сделать, но застрял здесь, в пространстве между измерениями. Думал, уже никогда не выберусь оттуда. Но меня, по честу случайности, вытащил Тёмыч. Допустим, а почему ты с катаной? Это для готовки или мне теперь называть тебя самурай Артём? Ну, будучи поваром, оказалось... Стоп, это Артём? Эм, я немного не узнал, возможно... Да не, да вряд ли. Да какого хера? Окей, слишком много вопросов на квадратный метр. Как всё меняется? Ладно, а почему я всё ещё жив? Я посмотрел на мир на спящую рядом Мику. Ах да, она же после трёх раз устала и уснула. Я оказался выносливее, поэтому мне удалось справиться. Говорила она, что переведёт до Ханя пару минут, а сама ещё спит. Немного не оправдала заявление о двух днях, но да ладно. Как говорится, лучше её сейчас не будить. Стоп, если вспомнить, то Митку всё-таки просыпалась, будила меня, а после ещё было два раза. Вроде бы в итоге я поспал около часа в сумме. Если сейчас девять утра, как и заявляют часы. О чём задумался? Может, выйдем на свежий воздух? А то тут пахнет, как после ночи непрерывного секса. Не знаешь почему? Я без понятия. Я посмотрел на него, как на дебила. Какого хрена ты вообще заявился с утра пораньше сюда? Дай отдохнуть. Мне сейчас просто необходимо восстановить силы. И он сейчас просто берёт из своей кота на такой... Как флягу открывает такой, попей мою фирменного какао, ты восстановишься моей силой. И такой Андрюх начинает этим какао у вас, типа, опал Малиф, мой нежный гель. И превращается в свою гачи форму. Инвизибл, типа, импосибл, непобедимый, короче говоря. С чего бы ему такое делать? Подробности мне неизвестны, но ты вроде как убил его друзей. Вот дерьмо. Ну ладно, больше не буду тебе мешать. Не переживай, через пару минут ты уснёшь. Таким же крепким сном, что тебя никто не сможет разбудить. Похоже, всё серьёзно. И каков наш план? А план мы уже будем обсуждать в следующей серии. Так что на этом всё. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео и вы хотите больше видеороликов по подобному моду, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok